Море, как всегда, очень красивое, но сегодня очень красивое даже небо. Всем привет из солнечного Неаполя! Сегодня с вами я, Татьяна Блогер. В сегодняшнем видео я спешу добраться до Неаполя для того, чтобы снять опять город и показать вам его во всей красе, но немножко с другого ракурса, чем прежде видео я снимала. Огромное спасибо вам за ваши отзывы и предложения. Формат, который я снимаю сейчас, именно формат видеосъемки города, предложила мне подписчица. И после того, когда я выпустила первое видео, все дружно меня поддержали, особенно те, которые были в Неаполе и узнали знакомые улицы. Поэтому мне очень приятно вам сказать большое спасибо за то, что меня поддержали и продолжить этот же формат. В сегодняшнем видео я хочу рассказать историю, которая случилась в моей жизни именно в Неаполе, о том, как женщина, наша соотечественница, из-за жадности к 5 евро потеряла 5000 евро. Кто смотрит меня первый раз, я хочу представиться, зовут меня Татьяна, живу я в Неаполе, переехала я 5 лет сюда. И в данный момент прохожу легализацию по санаторию 2020. В своем блоге я рассказываю о жизни эмигрантов, о своей и о жизни других эмигрантов. Вчера в моем блоге вышло видео о Людмиле и ее рукоделии, а именно о картинах из кожи, которые она делает. И вы знаете, я упустила самое, наверное, важное, что нужно было бы сказать, и поэтому я скажу это сегодня. Что Людмила, когда мне написала первый раз, она обратилась с просьбой конкретно о том, что она делает достаточно красивые изделия, да, это верно. Но вот что с ними делать, как их реализовать, и поэтому были идеи очень разные. Кто еще не видел видео с работами Людмилы, под этим видео найдите ссылочку на данное видео. Посмотрите ее работы, возможно, вам понравятся какие-то из них, или вы хотите сделать кому-то подарок. Те, кто ищут знакомства в Неаполе, есть ее контактный номер телефона. Она работает без выходных и не имеет возможности выходить в город, но имеет возможность общаться по телефону, поэтому вы можете подружиться с ней, общаться, поддерживать друг друга. Возможно, у вас будут общие творческие идеи, и поверьте, она меня не просила сделать такое заявление, тем более через интернет. Это просто моя инициатива, потому что я за то, что люди должны знакомиться, общаться и поддерживать друг друга. Возвращаясь к сегодняшнему видео, я проведу вас по испанскому кварталу, и потом перейду на улицу, которая называется Фория. Все названия улиц я напишу на самом видео, и возвращаться больше к этому не буду. Мой рассказ про жадность наших женщин за 5 евро уходит далеко, корнями, скажем так, 3 года назад. И таких, я вам скажу, случаев на самом деле можно рассказать очень много, но я думаю, что одного случая будет достаточно для того, чтобы понять цепочку событий, которые из одного действия привели, скажем, к тому результату, который получился в итоге. Так вот, на тот момент, когда я с этой женщиной познакомилась, я у нее снимала койко-место, и мне так просто круто-круто повезло, что кроме меня больше у нее никто это койко-место и не снимал. Да, и на тот момент, когда я у нее снимала койко-место, она уже не хотела никого брать, потому что хотела побыть наедине сама с собой. Квартиру эту она снимала самостоятельно, но здесь же, в Неаполе, находилась ее дочь, которая работала на день и ночь, а вот проживала как раз эта женщина сама. И в один из дней, когда ко мне приехала моя знакомая, у нас возникла такая идея, фикс, просто чтобы не ходить по городу, потому что вроде как бы еще и прохладно было, а купить что-нибудь вкусненького, затеять обед, как у нас девчонки это делают, и подняться в эту квартиру, и покушать, посидеть, поговорить. И вот с таким предложением я и обратилась к этой женщине, у которой снимала койко-место. Вот на встречу она мне, скажем так, пошла, но сказала, что, скорее всего, это она не может сделать бесплатно. Когда я спросила, ну, сколько же мы должны будем заплатить, она говорит, ну, давай так, сколько вы можете. Ну, мы прикинули, подумали, и из расчета того, что сутки стоят 5 евро, наверное, половина будет достаточно для того, чтобы просто несколько часов посидеть, правда же, и пообедать. В принципе, так мы и поступили. Мы провели очень хорошо время с подругой, засиделись где-то порядка трех, а может быть и больше часов. Мы просидели за столом, и потом я уже пошла, когда ее провожать, мы попрощались с хозяйкой, мы ее даже приглашали к столу, правда, она не оказала нам такую честь, но неважно. Мы достали деньги, расплатились и убрались, скажем, вас в Аясе. Наступал следующий выходной день, и поскольку нам понравились такие посиделки, то мы решили, что можем позволить себе еще раз, правда же, за такую определенную плату прийти и покушать в этой квартире. И опять же, я позвонила к ней и сказала, возможно, это сделать или нет, на что она ответила. Ты знаешь, наверное, в этот раз будет это стоить 5 евро. Я говорю, а почему так дорого? 5 евро оплачу я в день, но я же ночую 24 часа в сутках. А за какие-то 2-3 часа это, в принципе, дороговатая цена. Да и 2,50 дороговатая. Так я вам скажу, для сравнения, 5 евро в Неаполе можно пойти вдвоем и заказать себе, допустим, кофе или капучино с корнетами и позавтракать. На 5 евро можно купить что-нибудь себе в магазине и на двоих приготовить и пообедать. Я скажу, что скорее бы входной билет для просто покушать нормальный был бы, если бы женщина попросила просто евро. Но 5 евро это была просто запредельно завышенная цена. И когда я сказала подруге, которая ко мне пришла, что женщина хочет 5 евро, вы знаете, она в таких сердцах сказала, что 5 евро? Да будет ей 5 евро, пускай подавится. Ну, забыли, скажем мы, этот момент и прошло. Но проходит неделя времени. И когда я возвращаюсь домой, мне говорит эта женщина, что у них в семье с ее дочерью случилась такая неприятная ситуация, как кража денег. Я говорю, какая кража денег? Вроде бы мы живем здесь, где у вас здесь могли деньги украсть. Она говорит, нет, 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 ты неправильно поняла. Моя дочь заработанные деньги хранила у итальянцев в семье, где работала. Но хранила не в сейфе, а хранила просто в сумке. И уже практически перед тем, как хотела рассчитаться с работы, она их в сумку сложила, в кашелек или в пакет наверх. И собиралась уже с этой сумкой возвращаться домой с большой, с вещами. И вот практически перед отъездом она залезла в эту сумку, чтобы проверить наличие денежных средств, которых там не оказалось. И сумма как раз была равна ни больше, ни меньше, я вам скажу, ребят, 5000 евро. Вы знаете, когда она мне сказала это, я сразу вспомнила, в каких сердцах ей пожелала моя знакомая, когда платила 5 евро всего, что там она ей могла пожелать. Когда приехала дочка домой, конечно же, стали известны все нюансы данного события. И кто украл эти деньги, почему их украли, и по чьей халатности, скажем, так случилось. Но дело не в том. Я задала вопрос, почему же дома не хранились такие деньги. Все-таки съемная квартира была, и комната, которая закрывалась на замок. Там только жила мама. Оказывается, просто маме нельзя было доверить деньги, потому что те деньги, которые мама за квартиру брала, она их как-то быстро спускала на базаре, покупала какие-то ненужные вещи. Работать она не хотела идти. Даже если устраивалась на работу, то это были непродолжительные какие-то заработки. И больше ее устраивало просто валяться на диване, скажем, смотреть телевизор. И иногда делать вид, что там что-то у нее болит. Хотя на самом деле ничего у нее не болело. Она была здоровая, как, дай Бог, здоровья всем здоровым. И, конечно, уж не подумайте, что действительно моя знакомая могла там что-то намагичить или нажелать действительно, чтобы случилось. Скорее всего, что просто слово, сказанное в сердцах, имело свое прямое назначение и выход в конкретном действии. Я бы это так назвала. Потому что, когда я сказала, что вот такая история случилась, то она выразила искреннее сочувствие семье. И, конечно же, не хотела никоим образом, чтобы то, что она сказала в сердцах, сбылось на самом деле. Свою резюмое видео я могу сказать, что для меня было очень странным. То, что человеческие отношения в Италии упираются в 5 евро. С одной стороны, такая вроде бы и смешная цена, с другой стороны, вроде бы и деньги. Но переводить человеческие отношения на валюту как-то странновато для меня. А вы, конечно, выскажите свое мнение в комментариях. И дайте, пожалуйста, обратную связь, как вам сегодняшнее видео с обзором города и с рассказом совершенно не по теме. Спасибо за то, что сегодня вы смотрели мое видео, за то, что пишите мне комментарии, за то, что ставите лайки, за то, что приходите ко мне в гости и дарите мне свое время. Я вам очень за это признательна. На сегодня у меня все. С вами была ваш блогер из Неаполя Татьяна. До новых встреч. Пока-пока.